Горбачевский период, то есть ничего, даже нельзя было купить для горла, никаких вот на спирту, никаких лекарств. Но потом все восстановилось, и мне бы очень хотелось здесь, вот я сегодня, каждый раз я приезжаю в Тарханы, мы снимали здесь и фильм про Тарханы, и он брал с собой, я говорила нашим друзьям, сухарики, хлеб он никогда не выбрасывал, потому что он родился в 41 году, то есть человек, который родился в год войны, он всегда хлеб, вот если оставался кусочек, он его жарил, и кормил собачек, кошек, а здесь он кормил уточек, и когда мы пели эту песню, то уточки плыли вот как раз по путь, где вы идете. Называется «Балата на грустное», конечно, но я немножко ее сокращу, чтобы вас не утомлять. А речка быстрая, да вода чистая, и девка мылась, умывалась, да молодой казак, И вел коня поить, вел коня поить, не коня поить, а жену топить. Ох, не топи меня ты рано с вечеру, а во глухую полночь, Утром детушки, да, будут спрашивать, а где же матушка, Ваша матушка, да, светлый гореный кель, да в новой спальнике, Речка быстрая, да вода чистая, надежда мылась, да... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне хотелось бы еще один куплет, вот сегодня, Юлия, интересный вариант. А в мою бытность я делала много программ на телевидении, посвященные Михаилу Юрьевичу Лермонтову, И мне пришлось петь два варианта колыбельных, нашего пензенского автора Бориса Шигина, И один вариант написала я. И вот мне хочется просто вам по куплетику показать, что как современное творчество отражается в стихах, в частности, такого известного произведения, как колыбельное. Интересно вам, нет, Ирина Андреевич? Ирина Андреевич, мы поймем. Спи, младенец мой, прекрасный паюшки мою, Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою, Стану сказывать я сказки песенку спою. Спи, младенец мой, прекрасный паюшки мою. Это вот один вариант. Он был пониже взят. А вариант Бориса Шигина был, я помню, одну строчку перепутал. Там не спи, младенец, а как-то по-другому в конце. А богатырь. Богатырь, ты будешь с виду и казак душой, Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь спою. Спи, мой ангел. Всё, всё равно, всё равно, у нас бы перешла. Тихо сладкие баюшки, баюшки, но не важно. Просто на самом деле, как хорошо, что сегодня мы можем говорить о фольклоре, о духовных стихах, об элинах. В рамках фестиваля «Жар птицы» встречаться с такими уникальными людьми, наслаждаться солнцем, которое светит над Россией и, в частности, над Тарханами. И общаться вот с такими солнечными детьми, как вы. Спасибо вам большое. Ну, собственно говоря, я думаю, что на этом наша такая тёплая встреча подходит к концу. Большое спасибо педагогам и, самое главное, спасибо вам, ребята. Честное слово, мы уже и не надеялись, что наши дети, школьники, могут быть такими душевными, такими воспитанными, такими внимательными и такими трогательными. Может, вопрос есть, Алла Александровна? Если у вас есть какие-то вопросы, вот мы просим Евгения Андреевна, Александр Андреевич, пожалуйста, задавайте. Ну, нет, значит, нет. Все устали немножечко, да, Людмила Александровна? Ну что, друзья, спасибо вам. Передам министру образования Пенецкого области, что здесь живут самые хорошие дети. Спасибо. Это хорошие педагоги. До свидания. Спасибо. Вы можете пофотографироваться с народными самыми. Не надо. Не надо. Ребята, веду к горячку Лермонтова. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня так себя вели. Молодцы, спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное, что вы получили такое удовольствие. Спасибо. 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 Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok